Фабрика выбора. Как преодолеть 25 препятствий, которые мешают клиенту совершить покупку. Ричард Шоттен. Предисловие. О чем эта аудиокнига? Фабрика выбора. Рассказ о том, как открытия в области науки о поведении могут использоваться в рекламном бизнесе. Поведенческая наука, изучающая механизмы принятия решений, важна для всех, кто работает в сфере рекламы, поскольку доступно объясняет, почему покупатель выбирает тот или иной продукт. Людям ежедневно приходится принимать слишком много решений. У них просто нет достаточного количества времени или энергии, чтобы скрупулезно и логически подходить к обдумыванию каждой проблемы. Вместо этого они применяют упрощенные методы, позволяющие принимать решения как можно более быстро. Но ускоренный выбор может обусловить ошибки восприятия. Такие ошибки, предубеждения, стереотипы, предрассудки и тому подобное, и являются главной темой аудиокниги. Если рекламодатели будут знать об этих ошибках, свойственных восприятию потребителей, и учитывать их при создании своей продукции и коммуникации, то смогут использовать эти знания с выгодой для себя. Они получат возможность работать с рациональным в человеческой природе, вместо того, чтобы непродуктивно бросать ей вызовы. Некоторые успешные бренды, включая Apple и Volkswagen, используют науку о поведении, но таких компаний очень мало. Вам же эта наука поможет получить преимущество перед конкурентами. Наука о поведении выявила невероятно широкий, постоянно растущий диапазон ошибок восприятия. Это означает, что в основе любой вашей коммуникационной проблемы обычно лежит соответствующая ошибка, с которой следует разобраться. Эта аудиокнига не является нудным списком всех ошибок восприятия, выявленных благодаря науке о поведении. Я сфокусировался на 25 наиболее распространенных тенденциях в рекламе. Зная о них, вы можете сделать свои рекламные кампании более эффективными. Для кого эта аудиокнига? Фабрика выбора адресована прежде всего тем, кто работает в сфере рекламы и маркетинга и представляет рекламное агентство, либо отдельный бренд. Я расскажу вам, как применять поведенческую науку в своей профессиональной деятельности. Предприниматели или люди, просто желающие расширить свой кругозор, также найдут здесь много интересного. Структура Аудиокнига разделена на 25 глав, в каждой из которых раскрывается специфика одной ошибки восприятия. Вы можете слушать их по порядку, а можете изучать выборочно, без определенной системы, так как вам больше нравится. Мы будем наблюдать за действиями и решениями одного и того же человека в течение дня. Каждая глава начинается с короткого рассказа, подробно объясняющего, почему герой поступил так, а не иначе. Его решения могут быть случайными, вроде того, какое пиво выбрать в баре, либо осознанными, например, кого из соискателей взять на работу после собеседования. Человек, за которым мы будем следовать на протяжении дня, должен заинтересовать вас, это вы. Я объясню, почему вы приняли именно такое решение, указав на определенную ошибку восприятия, и расскажу, как существование данного явления подтверждается наукой и реальной жизнью. Эти свидетельства более надежны, чем те, что лежат в основе многих теорий, влияющих на решения рекламистов. Они представляют собой признанные в научном сообществе результаты экспериментов, проведенных ведущими мировыми учеными, такими как нобелевские лауреаты Даниэль Каннеман и Герберт Саймон, или психологи Элиот Аронсон и Леон Фестингер. Некоторые подробности экспериментов будут вам особенно полезны, поскольку о них мало кому известно, и вооружившись этими знаниями и применив их на практике, вы сможете получить преимущество перед конкурентами. Я также расскажу о своих собственных экспериментах в этой сфере. Они являются мостом между наукой и практикой и доказывают, что наука о поведении на сегодняшний день является весьма актуальной, и на нее можно опираться как в ситуациях, связанных с торговлей, так и в иных обстоятельствах. Самое важное – объяснение того, как применять эти знания, составляет основную часть каждой главы. С помощью поведенческой науки вы сможете лучше понять и привлечь свою целевую аудиторию, а развитие интернет-рекламы означает, что стало проще и дешевле тестировать новые подходы и следить за успешностью их внедрения. Надеюсь, аудиокнига повысит интерес слушателей к науке о поведении. А так как эта сфера все время развивается, я также буду добавлять на свою страницу собакаршатон в твиттер ссылки на все интересные новые исследования.